В принципе, соревнования закончились удачно, поднял свою лучшую сумму, ну как бы хотелось бы лучше, готов был где-то на тонну 10, там не дожал, на 70 был готов в жиме, 270 в тяге, где-то на 60-62 где-то был готов точно, 65 конечно тяжеловато было, ну можно было бороться, ну так вот приблизительно. Каким упражнением ты недоволен больше всего? Жимом. Ну что пошло не так? Ну ошибки технически, голову отрывал, в общем, ну могла быть и баранка. Она готова, да. Воу. Готово, не хватает, я не думаю, но мы увидим. Не знаю, мы увидим. Да, да. Лифт не хорошо. Не хорошо. А раньше ты замечал с собой такую проблему? Да нет, в прошлом году вроде бы голову не отрывал, все нормально, сейчас вес более качественный, проработанный стал. Из-за этого рубашка сидит, ну, более плотнее, может из-за этого, что и ломало меня внизу. Поднятие головы, ну что тебе? То есть почему голова сама при себе, скажем так, поднялась? Ну, у меня, ну, когда начинаю опускать штангу максимально до груди, тогда начинает рубашка наиболее сопротивляться. Из-за этого получается, что отдаешь немножко грудь, для того, чтобы легче было опустить, и, соответственно, голову поднимаешь вверх. Ну, вот из-за этого вот эта ошибка, для того, чтобы нормально жать, нужно, наоборот, грудь держать и головой упираться. То есть будем над этой ошибкой работать, и в дальнейшем думаю, что будет все нормально. А майка была нормально, прожатая, либо очень жесткая была? Не, прожатая была. Прожатая. Ну, просто в связи в том, что в эту потопку я маловато с груди жал, а с брусков, и, наверное, все-таки вот нужно больше работать с груди. В седаниях все удачно сложилось? Презедания готовы было больше присесть. 85-90. Right, exactly, and that just doesn't make sense for your spotter loaders to pick up something that heavy. I've been to some competitions, but I use those, and it's just silly. Mikaelo Bilani, he's broken. 800 pound. 8.04. Yeah, we're over 800, and it is a good lift. Тренера посчитали, что надо было все выбирать, потому что борьба была, и соперники тоже крепкие ребята. Хотел со вторым уже подходом 80, и пошел вторым 80-75, немножко перестоял, там, из-за проблем технических. Из-за этого не очень так хорошо устал. Oh my goodness, 820, wow, wow. I think it was a good lift. And the judges say, yes, it was a good lift. Пошли 80, 80, более-менее нормально устал. То есть, если бы 85-90 был, 385-39, я бы был доволен. То есть, на помосе ты сколько-нибудь килограмм устал в приседании, либо выбрал все? Не, можно было 5-7 килограмм еще добавить, чувствую. If that much weight, it's not pleasant. No. Wow. Well, I got it. Yeah, now let's see what the referees say. Good move, 2-1. Когда оставался последний подход в тяге, помнишь ли ты свои мысли, которые у тебя были в голове? Ну, надо, и все. Мысли будут, ну, настраивался как максимально мог, хотя 65 не тянул никогда. 60 тянул, 65 не тянул. Что еще говорил себе? Ну, проигрывать не хочется. То есть, настраиваешь, всегда едешь на соревнования, максимально, ну, поднять максимальный результат для того, чтобы выиграть. Ну, на сегодняшний день парень из России был крепче. Ну, в следующий раз мы будем бороться. А вот в этой в третьей тяге последней, можешь ты с технической точки зрения описать, как она пока делала? В принципе, отрыв был, ну, само снятие было очень удачным, хорошо. Ну, уже, когда чуть выше колен, я уже почувствовал, что просто слабость в спине, я бы уже, ну, дальше не было сил сопротивляться. Просто выложился на приседаниях. И, то есть, просто, может, на сегодняшний день на этот вес еще и не был готов. Ну, пощупал, попробовал, да. Думаю, что на следующий год, если все нормально, то добавим хорошенько. Ты говоришь, что ты скоро переходишь в мастер, значит, тебе 39. Мне сейчас 39, да, в следующем году 40. Для взрослого чемпионата мира выступает 39 лет. Довольно серьезно. Хотел бы тебе порасспрашивать немножко про твои тренировки. И хочу, чтобы ты рассказал наиболее детально, насколько ты можешь себе это позволить. Потому что я знаю, что ни один спортсмен не выдает все секреты, ни один тренер не выдает все секреты. Нет секрета никаких. Нет секрета? Секрет один – надо штану поднимать и объемные тренировки делать. Тяжело тренироваться и все. Что значит для тебя большой объем? Это что именно? Количество подходов, количество упражнений. Вес на штанге. А можешь расписать свою неделю, как она выглядит? У меня нет, но я занимаюсь через день. То есть, допустим, понедельник, среда, пятница, воскресенье, вторник, четверг, суббота. И вот так постоянно. То есть через день. Три тренировки, четыре тренировки? Три тренировки, да, в неделю, да. Ну, для меня так оптимально. Уже все-таки, ну, у меня такой возраст, как бы уже мастер в следующем году будут переходить. То мне для восстановления так лучше заниматься. То есть… А получается посещать, как бы ты не пропускаешь тренировки? Нет, не пропускаю. Ну, а по последовательности упражнений можешь рассказать, что за чем идет? Ну, допустим, делаю, допустим, первое тренировки, когда, допустим, вот здесь понедельник упадает, да, это приседание, потом я делаю сразу жим лежа, наклоны делаю, потом жим ногами. Ну, или бывает, что делаю, допустим, приседание, наклоны сразу, потом жим лежа, потом тягу делаю классическую, ну, с подставки. То есть получается в одну тренировку, у тебя все три движения? Ну, да. Только, ну, допустим, тяга не соревновательная, а классическая такая, с подставки, для более проработки детальной низа спины. Допустим, в среду я, допустим, делаю там, ну, с брусков до жима, узким хватом такой вот. То есть это жимовать? Да, жимовать, да, отдельно. В пятницу, не, по разу в неделю, приседание, тяга по разу в неделю выпадает. Допустим, в пятницу я делаю тягу все три упражнения. Допустим, вот, тяга с, тяга с ума, с пола, потом тяга с плентовой, тяга с ямы, где-то 5-сантиметровой подставки, это вот все делаю в одну тренировку. Все с ума? Все с ума, да. Потом следующая тренировка тоже жимовая, допустим, там, на большой брусок под углом, такое там, брусья. У тебя, получается, значит, есть отдельная жимовая ценировка, отдельно тяговая? Да. Но понедельник у тебя приседания не отдельные? Первым упражнением приседания, потом жим, потом наклон, ну, приседания наклоны, жим и тяга. То есть получается, что у тебя тяга? Ну и жим на гамму. Ну, да. Ну, соревновательный раз в неделю получается. А присед один раз в неделю? Присед, да, в неделю. Понятно. Ну, обычно, как бы люди стараются уменьшать тягу, потому что от нее, скажем так, больше долго останавливаются. но про какие-то вариации приседания тебя есть либо просто две недели делать тяжелый потом неделю только полегче процентов на 60 сбрасываю так вот но вариации нет никаких там степями с резинками сидя то что с цепями и все остальные упражнения с резинками это требует большого восстановления то есть ну не очень это самое а почему большого восстановления что-то усилия больше прилагать надо она все что по-другому работает не делание этих упражнений делаю по поводу жила ты говоришь что у тебя жмовой тренировки много различных жима да можно сказать про все жимы которые ну допустим поддельных жим лежа да я делаю просто один жим лежа отдельным упражнением допустим там ну рабочий вес там в зависимости от длительности соревнований соревнования там подальше то я делаю по 4 5 раз повторений до ближе к соревнованиям по три раза еще ближе там за две за три недели за месяц по два раза вот так вот то есть там уже идет и экипировка зависимости к соревнований себе Я готовлюсь без экипировки, то есть все делаю упражнения без экипировки. Про экипировку, кстати, интересно. Сколько у тебя длилась подготовка к этому чемпионату мира и когда ты стал водить экипировку? Водить экипировку я начал где-то за три месяца до соревнований уже. То есть где-то раз в три недели получается не чаще. Приседания, тяга в экипировке. По процентам? По процентам нет. В основном постепенно плавно наверх и выхожу, допустим, в плюс 10-10% от того, что к предыдущему. А бывает такое, что ты приходишь на тренировку, чувствуешь, что у тебя много силы, а ты запланируешь, например, такой вес 300 кг? Да, больше не поднимаю на следующий раз. То есть надо плавно подвестись, потому что ты сегодня поднимешь в 320, а тебе надо будет в следующий раз по процентам поднимать, допустим, еще больше, еще больше. А ты уже там устал, а там уже не сможешь. То есть ты себя сдерживаешь? Да, да, да. Хватает ума. Да, да. Понятно. Ну, я просто сам по себе по самочувствию занимаюсь, поэтому там выйдешь в середине подготовки, потом в конце уже не будет силы и к соревнованиям еще хуже. То есть тут надо так распланировать, чтобы, ну… Ты тренируешься один или нет? Не, я тренируюсь один, но ребята мне помогают спортсмены, ну тоже там разрядники, мастера, международники. То есть, ну, а так, ну, по самочувствию больше. То есть, плавно пишешь тоже сам себе? Ну, я не пишу, я пришел, знаю, запланировал столько и делаю. Да. Интересно. Да. А проходки делаешь? Делаю, 90 процентов где-то, вот 95 вот, больше не. То есть ты поднимаешь, поднимаешь первый вес? Ну, допустим, по два раза, допустим, поднял, и то начинаешь. Ага. То есть, а ты поднимаешь тот вес, с которого ты хочешь начинать, так? Ну, да, да. Примерно. Или второй подход, допустим, там еще один подход, на два раза просел, то второй подход. Ну, у нас тоже специфика такая, допустим, там работаешь, вот теория 93, а работаешь с весом 97. Подгоняешь вес, немножко тяжелее становится, понимаешь? То есть, тоже от этого отталкиваюсь, он для жима влияет тоже. Экипировка тебе много дает? Не, немного. А ты пробовал ходить на максимум без экипировки? Пробовал. Скажи, сколько это было? Максимально 400 на два раза проседал, при весе 97 кг. Вот для экипировки? Да. А без? 315. Ну раз. А в остальных движениях? В жиме 225 и в тяге 345. Без экипировки? Да. Хорошо. А в экипировке в жиме? В жиме 260 лучший, в тяге лучший 355. Известно давно, видно вот сейчас, что две лидирующие стороны, это сборная России и сборная Украины, то есть славяне. Расскажи, в чем как бы сила, почему эти две страны лидируют уже на протяжении многих лет, в чем как бы секрет их успеха? Думаю, это все дело в тренировках. И самоотдача спортсмена каждого. То есть, ну, сборная есть, да, тренера, они, ну, отбирают. Ну, вообще думаю, что это больше всего от спортсменов зависит. От самоотдачи. Просто, действительно, вот в этом виде спорта очень сложно выдерживать режим. Ты вот, ну, если начинаешь готовиться 3-4 месяца, ну, 4 месяца, может даже и более, ты, ну, не можешь, не каждый может это терпеть. Семья, если, допустим, у кого-то есть, ну, может быть, могут быть проблемы. Потому что, ну, когда ты начинаешь уже выходить на пик-формы, тебе нужно больше, ну, отдыхать, то есть, ну, себе времени уделять. А это может многим не понравиться. Ну, не каждый спортсмен готов к этому. Может быть, и спортсмены, ну, других стран, они не так уделяют этому внимание и, ну, относятся к тренировкам более, ну, так, специфически, знаете. Ну, и думаю, что в основном из-за этого. А можешь сказать, немножечко рассказать о своей работе и то, что у тебя вне пауэрлифтинг, на что ты живешь? Ну, работаю, я работаю тренером в фитнес-клубе. Ну, так, ну, не на очень много времени. Так, в основном, вечернее время. Я женат, у меня есть семья, ребенок, 13 лет. Большой? А, большой, да, ну. Понятно. И чем планирует заниматься ребенок? Каким видом спорта? Или уже занимается? Занимался каратэ, футболом. На данный момент пока ничем не занимается. Ну, я думаю, что пауэрлифтинг, ты не планируешь сам этому заниматься? Он должен сам к этому прийти, потому что, ну, я тоже перепробовал много видов спорта. И футбол, и легкую атлетику. У меня есть разряды по легкой атлетике, и по футболу. И дзюдо занимался, и плаванием. Потом пришел в зал покачаться. Потом покачаться стало неинтересно. Были в зале пауэрлифтеры тоже там. Стало, ну, как бы, так интереснее, чем просто бицепсы качать. Ну, вот так вот и заразился, и вот уже, типа, на протяжении 20 лет тягаем металл. Ну, хочу задать тебе последний вопрос. Когда тебе тяжело, когда нужно идти в зал, идти в зал не хочется, есть какие-то там слова? Нет, бывает тяжело, но в зал все равно иду. Бывает, допустим, не восстановился, заставляю. Бывает, ну, от тренировки к тренировке я не восстановился, да? А сбрасывать вес не хочется, приходится сбрасывать, никуда не денешься. Бывает такое, что, ну, нет такого, да, там, ну, какая-то слабость, не выспался или, ну. Но, в основном, тренировка это для меня основное. То есть, я, допустим, вот тренируюсь в утреннее время, я позавтракал, там проходит пару часов, все, я собрался и пошел на тренировку. То есть, ну, никаких других планов у меня нет. То есть, ну, все целенаправленно. Не так же, там, то-то работа, бегал, мотался, потом присел, потом еще что-то, потом опять присел. То есть, это основное для меня. Подход очень профессиональный. Да, очень профессиональный, да.